Соединенные Штаты объявили о выходе из Совета ООН по правам человека. Вашингтон давно грозил это сделать, требуя реформировать этот орган. И вот как решение Соединенных Штатов объяснила постоянный представитель США при ООН Ники Хейли. Я хочу, чтобы всем было понятно. Этот шаг не является отступлением от наших обязательств в области прав человека. Мы идем на это именно потому, что мы верны своим идеалам и не хотим быть частью лицемерной организации, которая печется лишь о своих собственных интересах и насмехается над правами человека. Комиссар ООН по правам человека Зайдра Адальхусейн сказал, что огорчен, но не удивлен решением Вашингтона. В своем твиттере он написал, учитывая положение с правами человека в современном мире, США должны принимать более активное участие, а не отходить от этого дела. Что же касается России, то представитель российского МИД Мария Захарова в привычной для нее манере назвала решение Вашингтона банальным хамоватым цинизмом США, который отказывается признать у себя наличие серьезных проблем с обеспечением прав человека, говорит Захарова. О решении США мы поговорим с моим коллегой Михаилом Смотряевым. Миш, приветствую тебя. Ну вот только что мы услышали Ники Хейли, она сказала, что вот этот вот орган, она назвала его лицемерным. В чем конкретно претензии Соединенных Штатов к этой организации, и почему Соединенные Штаты выходят? Ну, строго говоря, Соединенные Штаты не выходят, они отказываются выдвигаться на следующий срок. Надо понимать, что там представлены 47 представителей, их выбирает Генеральная Ассамблея раз в три года, не больше двух-трехлетних сроков подряд. И с 2006 года, вот за то время, что действует этот совет, в общем представители самых разных стран оказывались так или иначе связаны с правами человека. В том числе страны, как бы это сказать, с неоднозначной репутацией в том, что этих прав человека касается. Ну, Саудовская Аравия, Казахстан, в общем, вот такого свойства. Кстати говоря, Россия тоже баллотировалась в последний раз, но ее обошли, обошла Венгрия, по-моему, и Хорватия. Но дело же не только в репутации, какие-то решения принимал этот орган, которые, за чего США называют лицемерным, да? Так оно и есть. Собственно, сам по себе совет по правам человека – это наследник комиссии по правам человека, которые были, по большому счету, примерно те же претензии. Она существовала с 1946 года по 2006, когда была, собственно, и заменена этим советом. С тех пор огромное количество резолюций, ну, по меркам совета, принято в отношении израильско-палестинского конфликта, причем только одной его стороны – Израиля. И, собственно, это вызывает заметное беспокойство не только в Соединенных Штатах, ну, понятно, что Израиль протестует каждый раз, ну, вплоть до того, что в марте, по-моему, этого года на протяжении одного дня было принято пять резолюций по Израилю, ну, и все они, в общем, можно себе представить нелесного свойства. Собственно, наверное, поэтому и прозвучали те слова Ники Хейли, которые прозвучали, хотя, в общем, я, наверное, склонен, ну, не то чтобы согласиться с Марией Захаровой, но, в общем, наверное, нельзя это считать наиболее дипломатическим языком, впрочем, он в последнее время вообще выходит из употребления. Миш, ну вот, если говорить о широком контексте, не только об этом решении, о том, что Соединенные Штаты покидают сразу несколько организаций внутри ООН, и не только, выходят из соглашения по климату, ЮНЕСКО, насколько вообще вот эта вот система, так сказать, международных организаций, существующая сейчас, видоизменяется из-за политики американской, из-за политики Дональда Трампа в частности? Ну, это вопрос сложный, ответить на него однозначно, наверное, сейчас невозможно. Очевидно, что ситуация меняется, очевидно, что она менялась, на самом деле, и до прихода к власти Дональда Трампа. Он ускорил процесс, да, Парижское соглашение по климату, это яркий пример, международное соглашение по миграции, ядерная сделка с Ираном, это все выходы в одностороннем порядке, то есть, грубо говоря, Соединенные Штаты не спрашивают своих союзников ни о чем. Вместе с выходом, скажем, или с неучастием в Совете по правам человека возможны сложности с финансированием, ну, то есть, не то, чтобы он останется совсем без денег, но денег будет меньше. Аналогичная ситуация, кстати говоря, наблюдается и в НАТО. Во всяком случае, там идут споры о том, кто, кому и сколько должен, сколько процентов ВВП тратить. В более широком контексте это, как многие политологи отмечают, вообще говоря, свидетельство того, что сама по себе система международных институтов, которые призваны контролировать, способствовать соблюдению основных принципов, базовых принципов, заложенных после Второй мировой войны. На самом деле эти институты стали появляться именно тогда. Она сейчас, ну, не то, чтобы грозит развалиться сию секунду, но переживает далеко не лучшие времена. Все понимают, что нужны реформы. Никто точно не знает, как реформировать организации, которые, вообще говоря, превратились в огромную коллекцию бюрократов. Будь то Европейский Союз, будет то Организация Объединенных Наций, ЮНЕСКО, из которых, кстати, тоже покидает. Совет Безопасности, если мы говорим о ООН, которая должна принимать важнейшие решения по обеспечению безопасности, но не может этого сделать, потому что не могут государства, которые... Потому что там находятся пять стран с противоположными интересами, каждый из которых имеет право в это. То есть все признают то, что систему надо реформировать. Как реформировать систему, строго говоря, никто не знает. Насколько разумно решение Трампа в одностороннем порядке выйти из всех возможных соглашений, но это тоже спорно.